Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению StarStable Online. Посмотрим, какую новую породу звезли на Юрвик, что же было добавлено в кусочки истории, новая вещь в бонусной лавке Морланда, ну а также поговорим о том, что добавили в магазин и что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество StarStable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка StarRider, Life и донатной валюты StarCoins. Так что перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца. Переходи в данную группу по ссылке в описании. Начнем с бонусного предмета в бонусной лавке, которая находится в Морланде. Был спойлер на один очень интересный сет Ascot и оказывается это будет сет для лайфников. Первая часть состоит из пиджака Royal Ascot для выиски. Максимальные характеристики. Не могу сказать, кстати, что данный сет мне на самом деле нравился. Но я его сейчас забрала из бонусной лавки, чтобы вам продемонстрировать его и даже выключу зиму. Мне лично не нравится цветовая гамма. Ну вот вообще никак. Я и фраки-то не особо не люблю, но при этом в шкафу имеется, по-моему, аж 5 разных фраков. Ну а здесь какая-то очень тусклая, ну может быть, да ладно, кремовая текстура, но он с красивым узором на спине. Правда у меня длинные волосы, поэтому ничего не видно. Текстура в принципе классная, но у меня не впечатлива цветовая гамма всего данного сета. Хотя, по-моему, в Альтрап вот и амуниция там как раз поинтереснее, чем одежда на персонажа. Разработчики не говорят нам о самом важном. В глобальный магазин завезли новые сеты амуниции на новых, скажем так, орденских лошадок. Да и не только. Это лунные сеты, я их называю именно так, потому что у них есть такой-то месяц и звездочки. Ну можно же еще назвать галактические сеты, а вообще они называются звездные ночи. Каждый сет называется звездные ночи, звездные полуночи, лунные ночи. А почему нельзя в принципе их было назвать одинаково, просто цвета разные. Каждый сет состоит из, по-моему, четырех предметов амуниции. Это седло в виде иберийского, иберийское седло. Также вальтрап, уздечка, причем это даже хакамора, то бишь без железа во рту. И прекрасные текстурные новые бинты. Мы уже видели похожую модель, только белого, по-моему, цвета, который недавно как раз выпустили. И вот сейчас добавили вот такой вот сет. Ну как вам? Мне лично он нравится, но я даже не представляю, на какую лошадь было бы очень красиво купить этот сет. Хотя на лепицане он сидит просто замечательно, как влитой. Но я знаю, что я такой сет носить не буду. Может быть, заберу попозже на гавки и хакамору, хотела сказать, звездечку. Но весь сет вряд ли. Ну а может быть и заберу, но чуть попозже. В одежде никаких дополнений, как и в зверюшках, нет. Очень странно, я прочитала сайт несколько раз, и новости о дополнении, добавлении вот этих комплектов нигде не нашла. Странно, мне кажется, разработчики слишком часто стали не упоминать некие маленькие, но приятные мелочи в обновлении. Нам добавили кусочек истории, но уже на следующей неделе нас ждет новое сюжетное задание. Ну а пока что, чтобы разжечь наш сюжетный аппетит, приезжайте в библиотеку Форт-Мария и берите задание фрипом. Напоминаю, это исключительно сюжетное задание, и оно доступно только тем, кто идет по основной сюжетной линии и выполнив все квесты с духовными наездниками, с фрипом, с ведьмой Пи и также с Авалоном и Эвергре. Те, кто не качается по сюжету или же у вас нет старайдера, вам это задание будет недоступно. Ну а также нужно обязательно открыть библиотеку Форт-Мария. Ну и самая важная новость, которую вы ждали все видео по обновлению, это добавление новой породы, новых тяжиков, булочек, я не знаю, просто объемных округленьких лошадок. Это могучая орденская лошадь, которая завезена к нам в деревушку Вейлдалай. Также одна масть продается в Форт Пинта, и доступна она с пятого уровня. Вот такие вот красивые, просто плюшечки, я знаю, вообще у меня была уже такая некая мысль, что это, если я буду брать коня определенной масти, то это будет бухан еще, потому что он очень большой, прикольный. Не этой масти, не этой, но другой. Это очень классная лошадка третьего поколения, сила 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 1, гибкость 0, вообще не подходит для вестерна. Также это один из тех самых редких лошадей, тяжиков, на которых можно надевать бинты и нагавки. У них есть щетки, причем достаточно крупные. У северошведов, насколько я помню, щетки и то поменьше. Но, когда вы надеваете на них бинты или нагавки, они убираются и становятся совсем-совсем маленькие. Спасибо разработчики, правда на них это выглядит очень-очень странно, но все равно спасибо большое, что вы сделали именно так. Нам завезли 7 мастей. Это вот такой вот очень красивый гнидой. Причем у него пузико в яблоках, это же вроде бы гнидой, да? По-моему, да. Вот такая вот масть. Я не помню. Но не мышиный. Я забыла, какая масть. У нас в похожей масти есть мустанг, но у мустанга не такая седовласая грива, скажем так. И гриневый, вот такой вот симпатишка с розовым носиком. Вот этот красавец меня просто покорил, но я не знаю, я не хочу его покупать. Хотя он очень сильно красивый. Потом вот такой вот серебристый воронай, насколько я помню масть называется. Очень красивая лошадь, причем она вот в яблочко такое. Дальше караковый. Причем я хотела купить вот эту вот караковую масть, но из-за этих носочков она слишком похожа на масть дикой лошади Юрвика или же лохматиков. И как бы не хочу две одинаковые масти. Просто они очень похожи. Ну я не знаю, может быть все-таки подамся на вот эту вот, на темную сторону этой лошади. И вот такая вот волшебная, магическо-снежная, звездная, серая в яблоко. Очень красивая лошадь. Давайте же мы посмотрим на люры. Вот такой вот у нас шаг, рысь, легкий голоп, такой достаточно тяжелый голоп и быстрый голоп. Особая анимация у нас является такая вот сиденье на попе с бабочкой. И я, если честно, буду тем человеком на стороне тех людей, кому эта бабочка не нравится. Мне, я была уверена, что анимация будет без бабочки. Это очень круто. Я уже прям предвкушала, какие можно фотографии делать. Но если постоянно будет вот эта синяя бабочка, я очень огорчена. Так как мне она не нравилась. Так, народу тут не так много, поэтому можно воспользоваться. Вот у меня уже тут соклунница приехала, она уже купила себе эту лошадку. Не меняя, кстати, гриву, у нее еще стандартная грива. Так, и, кстати, да, самое классное это то, что у этого тяжика есть такая супер лохматая грива, под которой даже и глазки не особо видно. На какой бы масте-то продемонстрировать. Тут у всех видно, в принципе. Вот на вот этом моменте почти не видно глаз. Насколько это очень такая лохматая, нерасчесанная грива. Я мечтаю когда-нибудь, чтобы в ССО добавили таких же паней с такой же челочкой. В общем, очень классные лошадки вот такие вот. Они невысокие, они невысокие. Они, по-моему, по росту где-то как тинкеры или даже ниже, но сам факт, они очень классные. Мне уже дали покататься знакомые на своих лошадках. И я точно ее куплю к себе в коллекцию. Прям я хочу сделать ее тренерской лошадью, на которой я буду приезжать на тренировки и просто вести эти тренировки на таких вот булочках. Я не знаю, очень классные лошадки. Мне они безумно нравятся. Не могу до сих пор определиться с мастью. Больше одного брать не хочу. Нужно просто определиться. Взять и определиться с тем, кого же в итоге взять. Ну, пока что мой фаворит вот этот вот. Но не знаю, чем в итоге кончится покупка. Да, кстати, без снега вот такие достаточно яркие масти. И интересно все-таки будет еще посмотреть. Наверняка позже будут добавлены какие-нибудь еще одна-две масти. Но это будет совсем не скоро. Возможно, через полгода где-то или через несколько месяцев. На следующей неделе нас ждет продолжение сюжетной истории с Фрипом и духовными наездниками. Ну, и на этом вроде бы все больше никаких нам уточнений по поводу следующей недели не написали. Ну, а на этом все. И я буду с вами прощаться. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну, и до встречи в следующем видео. А я пойду все-таки думать, какую же масть орденской лошади я хочу больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!